О ситуации на Запорожской АЭС говорил сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Турции Реджеп Таипердаганом и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Они сегодня прибыли во Львов. После переговоров президент Украины сообщил, что Киев и Анкара договорились и дальше координировать действия по вопросу зерновых коридоров. Обсудили освобождение военнопленных и ядерный шантаж России на территории Запорожской АЭС. Каких результатов ожидать от переговоров, обсудим с нашим следующим гостем. Это Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества. Здравствуйте. Добрый день. Итак, встреча во Львове. Президенты Украины, Турции и генеральный секретарь ООН. Вот Запорожская АЭС, трагедия в Еленовке, зерновые коридоры. Вот есть очень много тем, где необходимо вмешательство мирового сообщества. Удастся ли достичь прогресса по этим важным вопросам? Ну, давайте начнем, наверное, с переговоров с ООН. Он неоднократно доказывает свою неэффективность ни как посредник, ни как гарант, ни как институции предупреждения конфликтов. Поэтому переговоры с Гутерджем – это формальность, от которых не следует никаких больших ожиданий иметь. И более того, возлагать на эту структуру какие-либо ожидания. Единственное, что важно, то, что ООН и Международный Красный Крест были участниками переговоров, в том числе по освобождению украинских военнопленных из Азоустали. И сейчас ответственность ООН, в первую очередь, и структур, связанных с ООН и Международным Красным Крестом, именно в том, чтобы активизировать процесс передачи украинских военнопленных, расследовать ситуацию по казни украинских военнопленных в Еленовке. Но даже в этом вопросе я не возлагал бы больших надежд на переговоры с Гутерджем. Что касается Эрдогана, да, здесь ситуация более предметна. Турция является не просто посредником в переговорном процессе с Россией, она всячески выступает модератором, инициатором, генератором новых идей, направленных на прекращение военных действий и решение гуманитарных проблем. Поэтому для Украины важно сохранить динамику отношений с Эрдоганом, с Турцией в целом. И использовать площадку в Стамбуле или в Анкаре для переговорного процесса. Но в отличие от турецких СМИ, которые говорили о том, что Эрдоган едет в Львов с неким драфтом или рамкой политического соглашения, я бы не ожидал появления этой рамки в этом раунде переговоров. Сейчас стороны не готовы к такому переговорному процессу. Более того, и Киев, и Москва считают, что время работает на них. В Москве не согласны с позицией, что сейчас наступает стратегический перелом в пользу Украины. Более того, Москва и Путин хотели бы продать международному сообществу новые международные реалии, а именно выход вооруженных сил России к административным границам Донбасса и проведение так называемых референдумов в южных областях Украины, в оккупированном Херсоне и Запорожской области. И уже с этим прийти, скажем, к новой переговорной позиции, к новой итерации именно переговоров. Для Украины это неприемлемо, естественно. Более того, Киев рассчитывает на то, что в ближайшее время состоится контрнаступательная операция. У нас появились средства удара по оккупированному Крыму, что свидетельствует о готовности Киева использовать их, в том числе и по территории Российской Федерации, не только по оккупированным украинским территориям. Поэтому говорить о том, что сейчас, в августе, можно ожидать появления некого рамочного соглашения о мире, я бы тоже не ожидал. Турецкие СМИ писали, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным. Они даже об этом писали. Это реально? Да, об этом много говорится. И турецкие СМИ приводят некие элементы этого рамочного соглашения. Но, на мой взгляд, это больше хотелки Анкары, чем реальности, с которыми готова иметь дело украинская власть. Более того, я слышу об этих инициативах, что должна быть встреча сначала на Трецкой территории между Зеленским и Путиным, а потом встреча и достижение некоего соглашения в рамках на полях G20. Но, на мой взгляд, это слишком преувеличенные ожидания. Никакого политического соглашения в нынешних условиях быть не может, пока нет динамики в вопросах возвращения украинских военнопленных из Азов, которые были выведены из Азов-Стали. Если не будет решен вопрос с зерновыми безопасностью зерновых коридоров и не будет решен вопрос с запорожской ядерной аэтостанцией. Пока же сегодня мы видим заявление российской стороны о том, что невозможно никакая демилитаризованная зона вокруг Запорожской АЭС. То есть, фактически, Москва не согласна проявить некие компромиссы. Соответственно, это перечеркивает любые предложения о личной встрече в Зеленского и Путина, потому что эта встреча будет беспредметной. А скажите, стоит ли ожидать каких-то сенсационных решений от завтрашнего визита Генсека ООН в Стамбул? Там, как известно, он посетит главный зерновой центр. Вряд ли. Возможно, речь будет идти о наращивании поставок и неких гарантированных объемах, что будет в пользу Украины. То есть, ООН может выступить гарантом некого объема зерна, которое должно появиться на мировых рынках, в первую очередь, стран, которые нуждаются в этом зерне, о недопущении голода. Для Гутерреша это очень важно, потому что ООН взял на себя определенную миссию перераспределения продовольствия и предотвращения голода в Северной Африке и Патриальной Африке. Поэтому им нужен украинский хлеб. И, возможно, там будет заявлено о том, что он договорился с Зеленским, и с Эрдоганом, и с российской стороной о неком объеме зерна, которое появится на рынках. Но эта договоренность пока не подтверждается реальностью. Мы видим, как срываются искусственные контракты о поставке украинского зерна, как обстреливается инфраструктура портов русскими, зная, что там находятся танкеры и загружаются зерном. Есть вопросы о том, как будут проходить дальнейшие конвои. То есть, не все зоны, которые ранее декларировались как безопасные, сейчас являются таковыми. Есть вопрос риска для перевозчика. Поэтому я бы не ожидал прорыва в этих встречах. Москва долго настаивала на том, что она, мол, третий Рим. Но Стамбул – это все-таки Константинополь в прошлом. И византийство – оно именно оттуда. А в чем, по-вашему, большая цель политики Эрдогана? Не получится ли в итоге, что все то влияние в мировой политике, о которой мечтал Путин, достанется турецкому президенту? Ну, это, наверное, цель, потому что Турция является неким переизданием Османской империи при Эрдогане. Это возврат в региональное лидерство, в некие сферы влияния, которые сейчас получает Турция на Ближнем Востоке. И выступая, по большому счету, хабом для украинского и российского зерна, именно Эрдоган решает, кто в первую очередь получит это зерно в Северной Африке. Близкие страны, которые слушают Анкару, или это страны, которые ориентированы больше на Запад, или на Израиль, или на Судовскую Аравию. Именно от Эрдогана будет зависеть во многом, получит ли Египет зерно, Ливия зерно получит, будет ли Судан зерно. И это важно, потому что это усиление присутствия не только Турции как игрока, как модератора процесса, но и как центра влияния, от которого зависят многие процессы в этом регионе. Переориентация этих процессов, усиление влияния Анкары в транспортных коридорах, в энергетических проектах, в создании новых транспортных хабов, в прохождении транспортных коридоров из Китая через Турцию, если ранее рассматривались другие варианты. Сейчас Турция как раз усиливается, это сосредоточение Турции при Эрдогане. Конечно, Эрдоган пытается перехватить инициативу у русских, воспользоваться ослаблением влияния Российской Федерации. Это мы видим, кстати, в стране Азии, где Турция сейчас активно входит в многие процессы экономические, предлагает собственные инвестиции, возвращается в большие стройки в Узбекистане, в Казахстане, вытесняя российские компании. И сейчас это очень наглядно происходит. Поэтому, конечно, Эрдоган пытается перехватить инициативу и сделать все, чтобы выдавить ту же Россию из Балкана, из Кавказа, из Ближнего Востока. То есть, в принципе, ему нужно было, Путину, нужно было бы беспокоиться больше по поводу Эрдогана, а не по поводу НАТО, его расширения. Ну, скажем так, конкуренцию между Турцией и Россией в этом регионе никто не отменял. Наоборот, она активно усиливается. Поэтому нет такого однозначной позиции даже в Москве, кто же Эрдоган для Путина? Друг и партнер или человек, который постоянно пытается всунуть нож в спину. Это такая хорошая аналогия, такой образ, который эксплуатировался раньше Российской Федерации. Поэтому отношения как раз определяются как оппонентские конкурирующие. А в Турции есть однозначная позиция, кто им Путин? Я думаю, что нет. Для Турции важен сейчас собственный интерес, продвижение собственного интереса, а не тактические стратегические союзники. Тем более сейчас обзаводиться новыми стратегическими союзниками или партнерствами в условиях хаотизации отношений и эскалации конфликта в Украине в Турции не собирается. Кроме Азербуржана, пока говорить о союзниках у Турции не приходится. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваше пояснение. Я напомню, Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, был с нами на связи.